МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, дорогие телезрители. Сегодня мы посмотрим на северо-восточную хорду от платформы Лихоборы до Владыкина. И начинаем... Это недавно был, на самом деле, ролик. Сделан только из-за того, что все-таки третий Мавик не может так близко летать и так далеко за один раз. А то Мавик второй все-таки это может сделать. Поэтому я решил все-таки сделать такое вот еще одно видео. Тем более мы сейчас захватим своим небольшой кусочек строительства нового моста через Лихоборку, относящимся к строительству 5-6 пути высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Но, конечно же, пока что только до Алабышева. Но вот работа, видите, потихонечку развивается. Уже стоят боровые установки. И уже начали забуривать основание под буронабивные сваи. Но просто как бы такой небольшой обзорчик вы, наверное, видели в предыдущем видео, где мы посмотрели на ТПУ Крюкова и строительство перехода с одной стороны основного хода на другой между Малиной и Ферсановской. Это вот, можно сказать, такое продолжение. Хотя примерно такие же работы ведутся и Ховарина, и ближе к Грачевской. Но все со временем. Просто было интересно посмотреть, учитывая, что все равно оказались мы с вами в этом месте. Вот здесь у нас будет начинаться тот участок хорда, который соединится с уже построенной частью в районе ботанического сада. Но если быть точным, то, наверное, все-таки дублер невозможно считать именно хордой. А, наверное, все-таки до пересечения сельскохозяйственной улицы, ну, или с улицы Березвалия. Вдалеке у нас видно конкорс. И справа у нас лихобора МЦК. А слева, соответственно, у нас это платформа лихоборы на Ленинградском направлении Октябрьской железнодороги. И вот мы видим, что эстакада, именно поворотная, про которую мы все так думали и гадали, как она пройдет над вестибюлем еще буквально год назад, уже полностью готова. Единственное, что мы сейчас с вами посмотрим. Опять же, на третьем маяке мне не удалось посмотреть, что творится там именно в подэстакадном пространстве. Здесь мы видим, что трактор разгребает немножко кучи снега. То есть он раскидывает их, распределяя это более равномерно по поверхности эстакады для того, чтобы быстрее таял снег и все это стекало. Соответственно, у нас же эстакад под уклоном идет. Все это стекало на землю. Ну и далее, не на землю, скорее всего, а в сточные сооружения. И что мы с вами видим? Временная опора все еще на месте. Видим, что эстакада стоит, помимо того, что временных опор еще на гидравлических таких цилиндрах. То есть еще пока она на свои кирпичики, можно сказать, не встала. То есть вот мы сейчас ближе с вами подлетим. Видно, что вот сама конструкция опоры. Потом есть такой вот... Я забыл, мне называли на самом деле название. Я просто подзабыл. Так вот пирамидка, пирамидка, квадрат. Вот на него в итоге эстакады будут опираться. Но сейчас она, видите, стоит на веренных опорах и на специальных таких гидравлических устройствах. То есть, которые могут ее в итоге немножко опускать. Ну и, собственно, это надо делать равномерно. На самом деле, очень сложный такой момент. То есть получается равномерно всю потихонечку нужно будет опустить на эти кирпичики, которые, блин, находятся в верхней части опоры. Строители, конечно, сейчас у меня закидают. Блин, ну вот нет времени. О, честь 200. Нифига себе, какая редкость. Ну, просто как бы мне так проще сказать. Значит, дальше мы видим, что, да, слева у нас это основной грунт. А серый вот уже второй слой грунта. После серого грунта уже дальше должны эстакады будут красить. Обычно красить такой вот бело-бежевый цвет. Ну, зависит там, взять, от смешения колера и так далее. Ну, и надо не забывать, что верхнюю часть эстакада, да, вот она такая у нас рыжая, ржавая. В принципе, ничего страшного нет. Ее нужно просто обработать, сделать специальную обработку, сделать гидроизоляцию. И уже можно будет укладывать верхний, ну, первый слой асфальта бетона. Ну, вот тоже мы подлетим к следующему ригелю. Здесь, видите, обратите внимание, что опоров всего две. Потому что между этими двумя опорами будет проходить как раз пятый, шестой путь высокоскоростной магистрали. То есть выделенные пока что линии, чтобы она не мешала движению МЦД-3. Решили, собственно, убрать в сторону. Здесь такие же гидравлические устройства стоят. Ну, и дальше, собственно, то же самое. И давайте с вами просто посмотрим. То есть вот у нас идет конкурс. То есть вот такая конструкция с эскалаторами, которая уходит в переход в сторону МЦК. И вот под ним тоже обратите внимание. Есть вот такое пространство, да, где вот, да, железобетонные плитки лежат. Как раз под два пути. То есть неиспроста здесь вестибюль вот так вот немножко торчит в сторону дороги. Именно под этой частью. И вот дальше, видите, железнодорожный мост тоже. Видно, что между опорой и четырьмя путями Октябрьской дороги есть пространство. Здесь будет проходить пятый, шестой путь, где будут ходить только высокоскоростные поезда. Но в проекте это называется специализированное пассажирское движение. Но, собственно, понятное дело, что там будут ходить, скорее, только сапсаны. Ну, пока у нас ничего такого другого нет. Давайте посмотрим еще раз в обратную сторону. Вот видите, что средневременные опоры уберут. И там, ну, никаких железобетонных опор нет. То есть вот здесь будут проходить два пути. Вроде все так близко, но, наверное, все это будет в шумозащитных экранах. Потому что если он будет разгонять до 140-160, а то, может, и быстрее, то, конечно же, чтобы не было возможности через пути как-то перебежать физически. Это, естественно, нужно ограничивать. Вот случайно даже мы застали вот с вами заход в депо поезда с Люблинско-Дмитрской линии в депо Лихоборы. Что тоже, ну, не случайно, можно сказать, случайно. И мы сейчас с вами продолжим движение дальше в сторону Дмитровского шоссе. Ну, вот еще раз при плавном повороте можно посмотреть, с каким зазором у нас стакада проходит над вестибюлем остановочного пункта Лихоборы на Ленинградском направлении. И сейчас с вами приблизимся к месту соединения, то есть поворотной стакады, которая у нас собиралась на стапеле, которая находилась прямо напротив платформы Лихоборы. И кусочек собрали, продвинули вперед. Кусочек собрали, продвинули вперед. То есть это методом цикличной надвижки. И вот она вся, вот, поворотная стакада дошла вот до пор, которые мы видим с вами сейчас впереди. И следующая часть стакада уже собиралась непосредственно на месте. То есть были устроены строительные леса и стапель. То есть площадка для сборки стакада была организована прямо на месте. То есть подъемными механизмами поднимались различные элементы, то есть с кранами. И собираются уже непосредственно на месте. Тут мы видим, что уже тоже достаточно высокой степени готовности. Единственное, что мне тут кто-то спрашивал, что вроде как весной обещали открыть уже движение здесь. Ну, странно. Вот почему-то все думают, что там запуск летом. Все думают, что если летом, значит в начале июня. Да, у нас же лето 1 июня начинается. На самом деле это не так. Так, если говорят, ну вот какие-то сроки, да, обещают. Обычно надо вот наконец, вот я, знаете, из такого могу вспомнить. Нам на весну обещали открыть, знаете, вот продление линии легкого метро от, ну, до Битцевского парка, да. И вот нам сказали весной. И все такие, ну вот сейчас вот там прям 1 марта, у нас сейчас там запустят движение. 8-го, 23-го. В итоге открыли, по-моему, в мае месяце. Ну, и что-то, по-моему, ну не в апреле точно. И не в марте тоже. Может, конечно, не прав. Но, по-моему, в конце весны. И здесь тоже, понимаете. То есть, ну, либо, если вы помните, как строилась эстакада в районе вот Ботанического сада, мы же все считали, что весь этот участок, вообще весь, да, эстакадный именно, да, то есть от проспекта Мира и вот до этого места, да, до Лихобор, будет построено, запущено уже в 22-м году. В итоге, видите, почти половину участка запустили гораздо раньше. Вот осталась самая длинная эстакада на всем протяжении. То есть даже та эстакада, которая на Ботаническом саду, она все-таки покороче немного. Я сейчас, к сожалению, не посмотрел, но, тем не менее, если, может быть, так получится, что до конца, там, мая месяца, может быть, что-то и поедет. Нет, но я думаю, что к осени мы точно поедем. Вот, кстати, видно, да, буквально недавно подняли балки и потихонечку закрывают все это металлическими листами. И обратите внимание, что осталось совсем буквально чуть-чуть, то есть несколько балок положить, соединить их, и, в принципе, все. То есть видно, что дороже полотно готово. Понятное дело, что в подостаканном пространстве еще могут какие-то работы проводиться, но, тем не менее. Ну и, собственно, конечно же, кто-то там поднимал панику, что вот здесь две эстакада не сходятся, одна выше другой. Ну вот если люди, строительство совсем ничего не понимают, то тут будет объяснить достаточно сложно. Да, мы с вами вот в начале буквально, да, ролика посмотрели, увидели, что стоит эстакада вот так, вся длинная, она стоит на специальных гидравлических упорах. Это специально сделано, потому что, ну, эстакада не на месте собирается, ее невозможно сразу поставить на место. То есть ее собирают как целиком конструкцию, потом все уверяют, проверяют, измеряют, и потом уже опускают на место, ну, на постоянные опоры. Вот, здесь, собственно, то же самое. То есть и то, что там кусочка не хватает, а не хватает кусочка, скорее всего, именно деформационного шва. И эстакада здесь идет таким образом, что когда ее опустят на место, у нее получается, что дальний конец, даже, по-моему, чуть пониже ляжет, и все будет там тютелька в тютельку, я вас уверяю. Строители так не могут накосячить, потому что строиться это не просто так там от балды. Есть проекты, есть рабочая документация, по которой нужно строить. Это все согласовывается госэкспертизой и так далее, тому подобное. То есть просто так ничего не делается. То есть все расчеты, все это разрабатывается, то есть невозможно. Здесь я тоже решил немножко посмотреть, обратить внимание, под эстакадой на эстакаде у нас идет третий путь Московского железнодорожного кольца малого. И вот видите, такое вот, как бы, я не знаю, ответвление небольшое. Многие думают, что это какая-то технологическая штука. Нет, на самом деле, я тут задел под стрелку поворот на грузовую станцию, ну, в сторону грузовой станции Ховрина. Именно в этом месте, по идее, должно появиться соединение, которое вы могли видеть в ролике, кстати, опять же, про МЦД-3. Здесь тоже я немножко решил вернуться, чтобы посмотреть немножко под другим углом на строительство эстакады. Видно, что работы ведутся, несмотря на то, что это снимается 23 февраля. У нас официально у всех праздник, выходной день. Ну, конечно, те, кто работают вахтовым методом или сменным графиком, конечно, их не касается. Выпало, выпало, нет, нет. Но, тем не менее, то есть даже в праздничные дни работа идет, потому что кто-то там задавал вопрос, что вот, там, рабочные, строителей нет, и так далее. Нет, нет, все есть, просто то, что там я, бывает, попадаю в обеден перерыв или еще что-то, это не значит, что стройка стоит. Нет, она идет, и я считаю, что идет все еще достаточно хорошими темпами. Ну, вот, видите, опять же, для чего я снимаю еще, да, вот, то есть, по идее, хотя бы раз смесь нужно снимать. Во-первых, снег ставил, и гораздо больше элементов стало видно. Это первый момент. А второй момент, то, что пока что на втором мавике, видите, вот можно так близко подлетать, хотя сам я нахожусь достаточно далеко от этого места, но, тем не менее, можно подлететь. И вот сейчас мы на деформационный шов посмотрим немножко с другой стороны, как это выглядит. То есть, видите, специально у нас опора такая с утолщением идет, не просто кругло такие, да, как бы овальные. И мы с вами вернулись к Дмитровскому шоссе. Вот как раз про это место говорили, то есть слева Стагада она у нас уже стоит, хотя, по-моему, тоже на временных опорах еще. Она тоже, по-моему, на своем месте стоит. Не на постоянных, потому что, если бы она стояла на постоянных, то... Погодите-ка. Справа опоры три штуки, а слева она стоит на временных. То есть, получается, когда опустят ту часть, которая справа, она немножко отодвинется назад, и вот эту белую должны будут продвинуть вперед, что ли? Она же не может в воздухе висеть. Или их соединят прямо в воздухе. Хм. Надо будет наточнить эту информацию. Эх, мне надо было спросить. Мне же даже в чате человек писал, что если есть вопросы по этому участку, задавай. А я... Потому что, ребят, я завтра вот сейчас записываю, время 23 часа, я, по идее, уже должен спать. Потому что завтра в 5 утра подъемы. Я еду на трассу М-12 на трехдневный тур от организованной компании ГК Автодор. Еду смотреть на трассу М-12. Немножко, конечно, не в том формате, в котором вы привыкли. Но, тем не менее, это тоже будет на канале. Мы все это с вами увидим, посмотрим. И обязательно, конечно же, будет отчет. Дрона придется с собой брать оба. Один дальше летает, другой лучше снимает. Не знаю, придем, я думаю, к какому-нибудь консенсусу. Да, ну и вот это я уже поменял место дислокации. Посмотрели с вами в подстаканном пространстве. Естественно, там будет проезд от окружной, от платформы окружная, от ЖК поколения. Здесь будет проезд. Он будет, правда, не широкий. Всего лишь одна полоса плюс одна полоса. То есть две полосы всего для движения. И мы с вами продолжаем движение в сторону окружной. Здесь у нас стакана готова достаточно давно. И, естественно, мы с вами посмотрим на северный вестибюль платформы окружная. Выход метро северный смотреть не будем, потому что там уже под тепляками растет сам подземный вестибюль. Смотреть нечего здесь. Здесь, вот, понимаете, ну, как бы интересно посмотреть, как растет на глазах. Опять же, вспомните две недели назад, как это все выглядело. Уже он в опалубке конструкции крыши нового вестибюля. И даже навес поставили у первой платформы, которую сейчас и обслуживают в итоге МЦД. Хотя, если вы знаете, то нас эту платформу отдадут экспрессом. Справа, вот, видим, продолжается возведение подземного перехода. Хотя, кстати, там рассматривается вариант для удешевления, что ты выходишь и переходишь через пути, и прям так. Но учитывая, что есть интенсивное движение между Бескудниково и Московской кольцевой железной дорогой МКМЖД, да, то, конечно же, решили сделать все-таки подземный переход полностью. И вот мы продолжаем движение. Тоже мы долго и активно наблюдали на строительстве этой эстакады. Вот, где у нас сейчас вот эстакады в тепляках. У нас там был стапель, здесь был огромный оранжевый козловой кран. Собирали эстакаду и методом цикличной надвижки все это сдвигали. В том числе и надплатформа уже построенной окружная. Теперь она стоит уже на своем месте. Вот мы видим следующую часть эстакады, которая уже собиралась здесь. То есть стапель разобрали. Ну, там сейчас, да. Привет-привет! С праздничком вас, парни! Вот, и дальше здесь уже эстакаду собирали прямо здесь на месте. И что удивительно, обратите внимание, что, да, зима зимой, но, значит, гидроизоляция здесь выполнена. И уложен тощий бетон, так называемый. Если опять что-то не напутал. То есть дальше уже будет гидроизоляция и укладка слоев асфальта. То есть защитный слой, потом изнашиваемый слой. Здесь вот мы видим конструкцию тепляка. Как раз видно, что здесь недавно была, видать, то есть только-только его раздели, ну, разобрали. Потом это все накрывается, потому что должна поддерживаться плюсовая температура, чтобы при застывании, наборе прочности, не застывала водяная составляющая в бетоне. Так, дальше мы видим еще один тепляк. Вот он похожий к конструкции, как мы сейчас пролетели, только, да, вот под шатром таким мы не понимаем, как конструкция выглядит. А сейчас мы с вами посмотрели достаточно подробно. Дальше мы видим, что производится укладка опалубки. Как раз-таки для того, чтобы дальше передвинуть тепляк и следующую захватку сделать. Видите, вон, да, выпуски арматуры торчат. И вот они дальше будут ее вязать. То есть сначала делается опалубка, потом вяжется арматура, передвигается тепляк и укладывается бетон. Не заливается, а укладывается. Тоже работы ведут достаточно активно. Вот кто-то меня заметил, кто-то не заметил. Но некоторые ребята боятся там помахать рукой или еще что-то. Но мало ли что, кто это снимает, никто не знает. Но, ребята, если смотрите, всем привет. Всех с прошедшим уже на момент выхода видео, уже с прошедшим праздником. Вот мы видим, что здесь тоже работы по эстакаде еще проводятся. Вот видим поддерживающие такие вот элементы. И дальше у нас уже идут устои. Здесь у нас северо-восточная хорда, ну или московский скоростной диаметр, как новое название придумали, уже опускается на землю. Далее она уйдет по земле, вплоть до эстакада, которая у нас идет через сельскохозяйственную улицу и над проездом Серебряково. Хотя мне кажется, что с последней реконструкции проезд Серебряково можно назвать проспектом Серебряково. Ну да, неважно. Да, вот мы видим, что подпорная стенка здесь тоже высокая степень готовности. Сейчас мы с вами пролетим дальше, посмотрим, какие работы ведутся. Пересекаем с вами первый Алтуфельский путепровод. У нас Алтуфельское шоссе на левую область, направо, центр. Здесь у нас укладывают габионы. Ну да, габионы. Вручную. Обалдеть. Вот это труд. И у нас вот у нас как раз Владыкина. Но здесь дальше снег в перемешку с грязью и с складированием инертных материалов. Сыпучих, наверное. Вот. И дальше уже построенная часть Северо-Восточных Ордов. На этом я с вами прощаюсь. Следующее видео, наверное, уже будет про М12. Когда я не знаю, вернусь я только 28-го числа. Сегодня 23-е. Так что, ребят, не скучайте. Это видео вам на ближайшие 5 дней, скорее всего. И будет вами любимая рубрика Панорама. Смотрите. Спасибо, что смотрели это видео. С вас лайк, комментарий. Подписывайтесь на Инстаграм. Все новости по М12 будут там. Я с вами прощаюсь. Здоровья, счастья, удачи и хорошего настроения. Как у меня. Все, ребятки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok